Продолжение следует... Сразу же естественный ответ со стороны геолого-минералогического мира, а это кристаллография. Но вот мне показалось, что может быть немножко более адекватным такому широкому представлению о симметрии, как о некой инвариантности, которая имеет дело с подобиями, с копиями, очень связаны с формой, с морфологией. И мне показалось, что важно здесь рассказать о некоторых минеральных образованиях, которые парадоксальным образом будто бы сразу отсылают нас к идее симметрических отношений. Но на самом деле этих отношений нет. Или они очень-очень сложны, запутаны, неразакономерны и парадоксальны. Эти образования носят название псевдоморфозы. И это, собственно, то, как называется мой доклад, если нету... Сейчас я думаю, что лага прогреться снова, потому что он отключился, и теперь он с вами... Ну, на заглавном слайде, я расскажу своими словами, это всё из нашей коллекции. У нас есть замечательная коллекция, которая называется ОП, образование и превращение, совершенно по-сказочному. Образование. И превращение. И там содержится в том числе коллекция псевдоморфоз. И на заглавном слайде роза, которая на самом деле сложена минералом-органитом. И мышка, которая на самом деле является уже с красивыми бирюзовыми кристаллами, как какой-то дракон на спине. Она является уже минералами-харикантитом и атакамитом. Но для того, чтобы разобраться, что такое ложная форма, я начну всё-таки с кристаллографии, потому что действительно очень много путаницы. Если я буду говорить какие-то вещи известные и школьные, пожалуйста, скажите мне об этом. Но я постараюсь не очень вдаваться в подробности. Итак, изучение симметрии в геолого-минералогических науках главным образом происходит в рамках кристаллографии. Мы знаем, что облик кристаллов не случайен. Закон роста кристаллов определяется, с одной стороны, веществом. Кристалл растёт сообразно своему химическому составу, согласно кристаллической решётке. И второй важный фактор, определяющий симметрию, облик кристалла конечный – это среда условий, при которых кристаллизуется минерал. Так, кристаллы со слоистой структурой, например, слюды, они развиваются обычно в виде пластинок, потому что прочно связанные в слои атомы обуславляют приоритетное развитие граней, параллельных слоям структуры. Игольчатые кристаллы характерны для структур, где есть выраженные одномерные связи, ряды и цепочки атомов. Или же из-за влияния среды кристаллизации, поведения раствора, могут образовываться скелетные формы кристаллов. Как очень худые люди, про которых говорят, ребра видны, у скелетных кристаллов тоже прежде всего образуются ребра, а в объединённом растворе вещества для того, чтобы сложить грани, уже не хватает. Вот они такие скелеты. Те, кто был в нашем музее на предыдущих семинарах, видели эффектные образцы в витрине формы нахождения минералов, наша Елена Николаевна Матвиенко рассказывала об этом, видели кристаллы в витрине кристаллографии. И все мы знаем, что это великое разнообразие вот этих вот внешних форм. Как пишет Шифрановский, один из замечательных кристаллографов Иларион Иларионович и историков науки, невозможно разделить, отделить два фактора друг от друга. Внутреннюю структуру, внутреннее строение и влияние среды. Потому что мы знаем, что сама структура ведёт себя по-разному в разных средах. Ну вот это вот сингонии, их семь, и всё это разнообразие кристаллов, оно описывается согласно вот этим правилам. Сингонийная система была придумана, ну принята в начале XIX века, до этого существовали досингонийные системы, связанные с несколько другой логикой. Но тем не менее, вот сейчас это совершенно картинка из нашего учебника кристаллография. И в кристаллографии влияние симметрии среды на симметрию кристалла, как бы несколько необычно отображаемое в образе кристалла, называется ложной формой кристалла. Что такое симметрия среды? Это, допустим, движение раствора флюида, из которого кристаллизуется кристалл. Вот он постоянно двигается в одном направлении. И, соответственно, кристалл, который растёт в таком растворе, он в своём облике тоже следы вот этого. Что значит, раствор двигается в одном направлении? А, потому что, ну... Так, так, сейчас... Ну, допустим... Превращение, химическое превращение, да? Нет, 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 нет. Породы в геологии делятся на осадочные, метаморфические и магматические. Чаще всего, ну, вот на примере магматических, извергается вулкан. Магма пробивается наверх. Вот оно, движение раствора. Вот оно. Она пробивает... Раствор – это жидкость или раскрытие? Это, да, я тоже всегда... Это кристаллообразующая среда. Это что? Кристаллообразующая среда. Да, все мы в школе выращивали кристаллики соли. Из чего? Из раствора. Нам нужно было взять воду и сделать перенасыщенный раствор. Это мы из доктора Паусты знаем. Как они движутся-то? Что вы говорите? Движение раствора. Ну, представьте, да, представьте себе... В этом стакане. Представьте себе, что кто-то другой, природа, уже сделала некоторый раствор. Но мы же говорим о подземном мире. Проблема свободного пространства. Кристалл же может... Ему нужно пространство. А где там пространство? Пространство – это трещины. А как этот раствор попадет в трещины? Из-за давления, из-за некоторых напряжений. Он движется. То есть это конфликт разных напряжений. А в стакане не движется. Разных полюсов. Вы знаете, я думаю, что и в стакане движется. Температура меняется днем. Вечером. Но для нас... Значит, ложная форма. В природе, конечно, идеальных условий нет. И вот таких прекрасных многогранников, иногда мы их увидим. Потому что с древности люди знают, что для кристалла алмаза какая форма? Кубик октайдер. Вот Кеплер писал о шестиугольных снежинках. У нас однажды в музее был ужасный спор с дизайнером, который сделал буклет нашего музея и изобразил восьмиугольную снежинку на обложке. И мы были совершенно потрясены. Это невозможное дело. Мы не понимали, как можно не знать, что снег бывает только шестиугольный. Как вообще Кеплер о шестиугольном снеге? То есть это все не случайно. Симметрия среды накладывает свой отпечаток на формирующийся кристалл. Иногда эти отпечатки странноватые. Тогда это называется ложная форма. Но все равно вот эта вот не случайность, вот эта обусловленность с одной стороны внутренней структурой, с другой стороны кристаллообразующей средой, она все-таки научила минералогов и кристаллографов безошибочно в самом-самом кривом кристалле находить элементы симметрии, находить сингонию, определять, что это такое. И когда я только узнала о том, что будет обсуждаться, проблема симметрии, здесь вы видите шесть коробок с моделями кристаллов Тови Ловицы, это 1797 год, подаренные в музее тогда Минеральный кабинет Кунсткамеры. И так как Ловиц гениальный химик, он кристаллы выращивал, а вот это вот модели из черного воска, они на булавках, как жуки в коробках под стеклом. И каждая снабжена непонятной латинской надписью, но теперь уже понятной. Я надеялась, что я расшифрую вот этот набор, 288 штук, и что это окажется система кристаллографическая как раз досингонийная, потому что очень интересные подходы существовали, всегда очень трудно понять другую логику. Но я трудилась, я много поняла, но это оказалась система не кристаллографическая, история, связанная не с кристаллографией, а с кристаллохимией, с аналитической химией. Вот как раз вот это положение, что облик кристаллов для каждого минерала, он не случайен. Здесь всего-то на все эти 288 образцов, ну где-то там 20 веществ, которые Тови Ловиц, он кристаллизовал при очень разных условиях, меняя условия. И для каждого вещества, ну, разные кристаллы. Это то, что лежит в основе кристаллохимического анализа в современной науке. Ну и, конечно, гениальность Ловица в том, что уже в 18 веке. Это все к тому, что вот по кристаллу блещут симметрии, да. Это знаменитое выражение знаменитого кристаллографа Федорова. И это остается правдой всегда. Даже когда мы видим какие-то, ну, непонятные нам вещи, да. Даже когда мы не можем с первого взгляда уловить вот эту вот симметрию, да. А когда внесены сильные помехи условиями кристаллизации, она там есть. Так что ложные формы в кристаллографии – это вещь как бы очень такая условная. Однако в минералогии есть образование, которое носит буквально наименование ложных форм. Это псевдоморфозы. Это образование, в которых форма не соответствует содержанию. Или по-другому, в которых вещество образует совершенно несвойственные ему формы, которые оно образовать не может никак по законам. И вот эти вот помехи, они совершенно необъяснимы ни кристаллической, как бы, ни законом внутренней структуры, ни влиянием среды. Никак, да. И вот эти вот химерические образования носят название псевдоморфозы. Самый яркий пример псевдоморфозы – это окаменелость. Это частный пример, но, тем не менее, самый распространенный. Окаменелость может совершенно все, что угодно, как только попадет в насыщенный минеральный раствор с подходящими условиями кристаллизации. Ну, тапочек или веревка, или цепь, или дерево, или мышка, да, или фолунский человек XIII века из Норвегии, который тоже окаменел. А веревка окаменела? Да. И вот здесь возникает вопрос, а что это вообще такое? Дерево, веревка, косточка и звенья цепи. Веревка? Звенья цепи, железный. С чем мы вообще имеем дело? Это вещи? Нет, это не вещи, потому что они сложены камнем. Значит, это минерал. Да, это минерал. Он обозначен у нас как минерал с минералогической формулой. Но как может минерал вырасти в кость? Это псевдоморфоза. И здесь сразу же возникает вопрос дальше, все-таки что это значит? Что это значит? О каких природных закономерностях нам это может говорить? Какие законы мы, может быть, новые можем выделить? Конечно, мы всегда можем реконструировать условия кристаллизации минерала. Минералоги по механизму образования псевдоморфоза, они различают несколько их видов. Псевдоморфозы, облекание, когда сначала с поверхности начинает расти минерал, вытесняя внутреннее содержание. Псевдоморфозы замещения, вытеснения. Один из самых интересных, не самых красивых случаев, это отрицательные псевдоморфозы. Когда было образование, оно разрушилось, осталась пустая оболочка. И оно ничем не заполнилось. И вот мы видим вот эти следы, вот эти отпечатки. И что это было, совершенно непонятно. Изысканный пример здесь – это глиндонит. Это образование, которое в минералогии носит такое название беломорской или таймырской рогульки. Вот наверху вот эта вот рогулька, они очень симпатичные. Что это такое? Это в глинистой конкреции какие-то коричневые кристаллы. Что за кристаллы? По составу кальцит. Но минералоги, которые знают, хорошо знают кристаллографию, они говорят, постойте, это не может быть кальцит. Потому что кристаллы моноклинной сингонии, а кальцит так не кристаллизуется, он триклинный. И возникает вопрос о том, а что это был за минерал, который вытеснен кальцитом. Долгое время это было неизвестно. И полным-полно таких случаев, когда мы не знаем, когда мы имеем дело только сложной формой, следом, когда мы не можем понять, что это было. В данном случае икаид. Это минерал икаид. Он был открыт, найден в антарктических водах. Он устойчив до 10 градусов Цельсия. Потом он разрушается, и на его месте возникает кальцит. Но далеко не всегда мы можем понять, что было на месте. Если псевдоморфоза ложная форма, что было с этой формой, когда она была истинная. Далеко не всегда. Так. И псевдоморфоза, это, конечно, всегда загадка. В самом названии псевдоморфоза есть след представлений о том, что и в самом простодушном царстве природы, царстве минералов, будто бы, возможно, ложь или обман. Это отзывки представления об играющей природе. Игры, которые, однако, исполнены как явных смыслов, так и явных намеков, которые непременно требуется разгадать и объяснить. К играм природы относились, возможно, и фигурные камни. Камни, напоминающие нам нечто другое, то, чем они не являются. И всевозможные подобия, как будто бы ясно указывающие нам на абсолютно как бы ясные, нерушимые симметрические отношения. Примеры здесь, конечно, совершенно поразительные. В самом деле, что это значит? Вот здесь вот нарезка из подземного мира Атанасия Кирхера. И мы видим здесь камни, на которых найдены рисунки. Ну вот распятие спасителей или какие-то существа, или копии знаменитых в то время картин, буквы, которые постоянно пытались сложить, как бы прочесть вот эти вот надписи, расшифровать язык, алфавит каменный. И здесь начинается путаница. На самом деле, что такое действительно подобие, а что такое псевдоморфоза, где нас обманывают, а где есть действительно какие-то отношения. Вот здесь вот дендриты, псевдоморфозы, руинный мрамор. Флорентийская мозаика, на которой изображен домик, дерево, земля. И вот рядом с деревом другие, то ли кусты, то ли деревья. Что это такое? Это дендриты, это рисунок камня. Это естественное изображение. Окислый марганц очень часто вот так кристаллизуется. А рядом другой камушек с веткой. А вот это что такое? А вот это уже псевдоморфоза. Потому что... Кто? Второй? Вот это, да, с хвойной веточкой. Потому что была веточка. Отрицательная? Нет, не отрицательная. Ветки-то нет, это отрицательное пространство. А она темная, она сложена минералом. Если бы был отпечаток, что, кстати, с окаменелостями сплошь и рядом, была бы отрицательная. То есть это не отпечаток, а что? Это псевдоморфоза. Это не реализация растений. Это не подобие псевдоморфоза. Это не подобие. Нам как бы не... Нам бессмысленно искать какие-то... Какие-то отношения, какой-то смысл в этом. Я сейчас дальше расскажу. А в чем отличие принципиальное подобие от псевдоморфоза? Что в псевдоморфозе есть некий народный элемент? Конечно. Я сейчас об этом расскажу. Это действительно самое главное. Справа внизу – это пейзажный камень. Это руинный мрамор, да. Это руинный мрамор. Пейзажный камень. Да, их очень много. Вот это как раз абсолютное подобие. Подобие – это продукт человеческой фантазии. Мы видим что-то общее. Мы видим что-то общее. Мы, допустим, устойчиво видим вот в этом что-то общее. Псевдоморфоза – это природное образование, такое химерическое, которое нас сбивает с толку. Оно говорит, смотрите. Но я забегаю вперед. Что значит «мы видим»? Мы должны… Мы видим, значит, там что-то есть. Ну вот вы видите. Да. Ну вот это отличается для меня от веточки. Я продолжу доклад, и в самом конце у меня будет часть, которая показывает, почему я выбрала эту тему псевдоморфоза. Хотя отличия есть, хотя стоит приложить минимальные усилия для того, чтобы эти отличия разыскать, найти и для себя обозначить, они почти никогда не делаются, потому что происходит гипноз вот этими ложными симметрическими отношениями. Но я сейчас до этого дойду. Я просто боюсь сейчас сделать такое бурление. Мы сейчас аккуратненько дойдем. Смотри. И вернемся, если будет необходимость. Мы вернемся. Морфология, вот это внешнее подобие, внешний вид камней – это вещь, которую очень трудно отбросить в сторону. И поэтому масса минералогических классификаций до появления в Эрнеровской классификации в XIX веке, которая уже в нашей логике составлена. Они строились, классы минералов выделялись именно по подобиям. Умнейший Гесснер делает такую классификацию, от которой современные минералоги просто падают в обморок, потому что здесь в класс минералов внесены также изделия. Вы видите там какой-то карандаш, не карандаш. Здесь есть класс минералов, которые напоминают растения, или минералы, которые напоминают волосы или мех. Но на самом деле, как можно найти основной признак, который минерал будет относить к правильному роду, классу, виду? Где искать? Лебнец в своем сочинении «Протогея», несмотря на то, что там помещена реконструкция внешнего вида единорога, и несмотря на то, что это сочинение задумывалось как водная глава или первая глава к вполне человеческой истории, это сочинение геологическое. То есть это означало, что образование земли, земной коры – это, собственно, тоже факт биографии, может быть, какого-то человека. Это нельзя выкидывать за пределы нашего интереса. Но Лебнец уже очень строго разграничивает логику природную и попытки прикладывать логику человеческой жизни, биологической жизни к геологическим процессам. Он говорит про фигурные камни. Это не игра природы, поймите, это игра человеческого ума. И вот здесь вот примечание на Санкт-Петербургские ведомости, 1729 год. По-моему, в четырех номерах подряд шло очень эмоциональный обмен мнениями по поводу новости, которая прошла в Санкт-Петербургских ведомостях. Вот она наверху написана, что из Лондона еще слух носится о полученном от триполитанского посланника известии о превращении некоторого города в камень, которому, однако, ж мало верят. И вот неизвестный пока академик, мне кажется, что это молодой гмелик. Гмелин, он с возмущением пишет, объявление о превращении целых городов, людей, зверей и прочего в камень есть натуре и известным нам по ныне правилам онной натуры так зело противно, что онная, может быть, многим за излишнее покажется, что мы о невероятстве онного еще нечто при всем сообщаем. Однако ж, хочем мы сие дело еще некоторыми примечаниями вкратце изъяснить. Вот это вкратце растягивается на четыре номера, причем журнал получает письма раздосадованных читателей, которые говорят, да что же, да мы же вот в кирхерианском кабинете, в музее Кирхера, мы видели окаменевшие головы, окаменевшего младенца, мы видели, да что же вы нам. И академики очень аккуратно разбирают вот это вот отличие, да, подобие от псевдоморфоза. Тогда они полагают, что ни в коем случае человек не может превратиться в камень. Ну то есть вот совершенно никогда. И здесь замечательно написано. Ну, однако же они, это их не смущало. Нет, ну чудесным образом, понимаете, чудесный образ чудо, оно сверх законов природы. Чудом все возможно. Но эти же люди пытались очень аккуратно разложить как бы все природные закономерности. И здесь они пишут, например, да, про Берлинский музей, про голову кулика, птички кулика, каменную. Что вот как же нельзя превратиться в камень живому, если вот каменная птичка. Академики отвечают, что этот образный камень, да, фигурный, он только похож на птичку, а на самом деле вот он камень, и тут же они говорят, что с другой стороны окаменевший младенец, да, он только похож на камень. На самом деле там каменного ничего нет. То есть эта проблема, она начинает как бы осознаваться. На самом деле вот здесь вот я рассказываю полный драматизм начала рождения палеонтологии, да, которые имеют дело с окаменелостями. Наверху Авидий, Акис и Галатея, и там одной строчкой замечательно сформулирован закон метаморфозы. Метаморфозы и псевдоморфозы – это абсолютно как бы разные вещи. Был Акис, но даже и так превращенный в камень, он был Акис. То есть мы знаем, что есть метаморфизм, понятие в минералогии. То есть в метаморфозе при всех превращениях мы говорим, смотрите, вот это и это различно, но это есть то, мы знаем. Мы знаем это как закон. Что такое псевдоморфозы? Псевдоморфозы – это одинаковые формы. Мы говорим, смотрите, вот это и это одинаково, но это не есть то. Вот это не тапочек, да, это арагонит, вот это не трубка. И раз за разом вот это вот происходит. Я сейчас найду свои записи. В псевдоморфозе подобие, сходство и повтор форм, да, совершенно очевидные, видимые глазами, они оказываются как бы выключенными из строгих природных закономерностей. Это события другого времени, другого мира, вдруг заместившиеся временем и миром геологическим. Иногда, как в случае с глиндонитом, да, это вполне природный порядок, просто изменившиеся условия. Но чаще это будто бы случайность, по ним невозможно делать заключение. Окаменевший человек ничего не говорит нам о закономерностях отношений человека и камня. Из этого не следует никакого закона. Вернее, каждый раз псевдоморфоза, единственное, что она нам говорит абсолютно уверенно, то, что мы видим, этого больше не существует. Это как бы знак смерти. Это индикатор порогового состояния, сбоя, смены системы. Мы видим тапочек. Больше не существует. Больше не существует. А существовало? Да, и одновременно это доказательство того, что это было. Это когда-то было, но этого больше нет. И вот этот порог, разрыв довольно трудно увидеть, в него довольно трудно поверить. Это псевдоморфоза, это история о ложных симметрических отношениях. Во всяком случае, сравнивая две формы, мы не всегда, как бы, нас природой можно обмануть. Мы не всегда поймем, что одна из них обманка ложная. В гуманитарных науках, да, это чистая совершенно минералогия. А в гуманитарных науках я встречала понятие псевдоморфозы, почему-то в мужском роде, псевдоморфоз как процесс. Это, конечно, для минералога тоже шок. Ну, флоровский шпенглер. Но у флоровского он досадует из-за того, что форма, вот православное богословие, оно вынуждено развиваться в чуждой форме, которая как клетка накладывается, католическое богословие, а это чуждое. Шпенглер, наоборот, да, он говорит о том, что существует некоторая форма, ну, вот присущая, органично присущая русской науке. И тут туда Пётр I вливает совершенно новое содержание. Ну, в общем, это, конечно, вы знаете, точно так же, как пытаться прочитывать природные штрихи на камне, как слова, да, и делать алфавит. Хотя учёный-изуэт Атанасий Кирхер, он этим и занимался, совершенно как бы не смущаясь. Но всё-таки это смешно. Точно так же подозрение вызывает всегда буквальный перенос законов природы в гуманитарную науку. То есть такие опыты есть, но просто вот мне это не близко, я этим, ну, никогда не занимаюсь, ну, и не хочу заниматься. Однако же бывает, что какие-то феномены описанные, да, культурные, они имеют, ну, для человека, знающего какое-то структурное, будто бы, свойство, сходство с псевдоморфозой. Например, да, бодрияровский симулякор. Вот что это такое. Это, ну, вот минералок бы сказал, это типичная псевдоморфоза. Ну, или делиоза, когда мы читаем делиоза, для которого важное значение имеет поверхность, форма, морфология, мы тоже что-то такое там можем находить. Однако я не буду говорить об этом, потому что не это предмет моего интереса, это слишком туманно. Я перехожу здесь к заключительной части своего доклада, в которой я хочу рассказать о выставке псевдоморфоз, которую я делала, и которая добавила много к моему пониманию псевдоморфоз и их восприятия в современной культуре. Я принесла фотографии, хотя вот, ну, они здесь все есть, но их вот можно смотреть еще, вот эти вот вещи. Да. Музейные образцы – это вещи с принципиально открытым значением, постоянно меняющимся, постоянно, никогда не завершенным. Смысловое поле, как бы значение музейных образцов, вот поле смыслов, которое витает вокруг них, оно постоянно развивается, наслаиваются какие-то новые значения, которые невозможно было предусмотреть раньше. И это вопрос о том, вот золотой самородок, допустим, из коллекции XVIII века, он, конечно, остается золотым самородком в XXI веке, но как музейный образец, как экспонат нашего музея, он не остался прежним. Исследование этих новых значений, механизмов образования, вот этих новых смыслов, которые формирует современная культура, а также инициация процесса порождения этих новых интерпретаций – это, конечно, совершенно увлекательное занятие, хоть и рискованное иногда. Поэтому однажды я решила показать псевдоморфозы из нашей коллекции «Музейные вещи». Вы видели их на слайдах, ну, вот один из них, и фотографии вот здесь вот можно посмотреть. Я решила их показать в другой среде, не научной, минералогической, а художественной, на большой международной выставке современного искусства. Я понимала, что некоторые псевдоморфозы не будут поняты. Например, как бы, что глиндонит – это парадоксальное образование, увидеть может даже, наверное, ну, не каждый минералог. Поэтому я отобрала вещи, как мне казалось, совершенно бесспорные. Что было в этом наборе? Ну, вот окаменевшее дерево, окаменевшая веревка, окаменевший тапочек, окаменевшая мышь, окаменевшие розы. Инсталляция была также подчеркнута дидактическая. Каждая вещь была выставлена в своей витрине на бархатной подложке с подробной музейной этикеткой, абсолютно честной, где было обозначено, что это такое, название минералов, формула. Все, как и положено ценному музейному образцу. В свою очередь, вот эти вот витрины, столбики, их было порядка девяти. Я поставила на поле довольно точно, даже можно сказать тупо, воспроизводящее один из частных случаев образования псевдоморфозы, когда, вот знаете, откуда вот этот тапочек, да? В штольнях очень часто окаменевают забытые вещи, собственно, свалка или помойка, если есть насыщенный раствор. И вот я сделала смешанные с гравием, тоже положила некоторые вещи. Таким образом зритель наблюдал два горизонта вещей. Одни вещи окаменевшие лежали в красивых витринах под толстым стеклом, были снабжены этикетками, а под ногами примерно такие же вещи, но, очевидно, лишенные какой-либо ценности, валялись просто беспорядочно смешанные с гравием. Эта история, конечно, не просто учебная, дидактическая, чтобы объяснить образование псевдоморфоз. Это история о путях образования ценностей, значений, история об умении различать, собственно, действительно, почему вот эти вещи внизу, вот эти наверху, а кто решил. И надо сказать, что эффект был совершенно глушительный. Даже вот эти вот простые вещи, этот набор, они не смогли перебить у зрителей привычки к образованию простых симметрических связей. В этом... В данном случае, в данном случае, а что такого? Одна помойка под ногами, другая помойка в витринах, пусть даже от лица Академического музея. Даже на поле современного искусства, которое мы знаем как эпатажное и скандальное, наша инсталляция была квалифицирована как особенно циничная, отвратительная, неприличная. Хотя, напомню, она таковой не задумывалась, она таковой не являлась. Критики я храню книгу отзывов. Я храню книгу отзывов и книги от разных категорий. Нет, но есть критики, которые любят, не знаю, чем хуже, тем лучше, а есть критики, которые любят прекрасное, а тут они приходят, и они видят, да что, какая-то мышь, какой-то ужас. Где прекрасное? Нету прекрасного. Критики, которые не ходили на выставку. Зачем пустили? Такие как и менелые критики. Они были разные. Надо сказать, что через год я повторила этот опыт. В данном случае мы можем еще о чем сказать. Что не только сходство, вот это внешнее свойство псевдоморфозы, обманка, оно вызвало такой эффект. Но еще сработала, если можно так выразиться, симметрия среды. Современное искусство доброго не ждут. И когда видят издалека помойку, то дальше думать уже совершенно не за чем. Год спустя я повторила этот опыт, но с обратным знаком. Я выставляла работы художников Московской концептуальной школы. Визуально они иногда редко отличимы от каких-то научных пособий. Я их выставляла в экспозиции нашего музея, внедрив туда. Это тоже были очень яркие, надо сказать, впечатления. Но это уже немножко как бы... Там тоже среда нашего музея, симметрия нашего музея, она действовала очень активно. Но это за пределами вот именно... После Ильи Кабакова, я думаю, такая псевдонаучность, она очень такой модный тренд, как сейчас говорят. Ну, вы знаете, у меня не было псевдо. Я честный человек, я 17 лет работаю научным сотрудником музея. У меня нет псевдо. Нет, нет, я не веду актуальное искусство и вот тех художников, которые захотели приобщиться к музейному пространству. Они не хотели, я их уговорила. И как бы на этом всё. И мне здесь показалось... ...и эротически. Нет, я рад вас. ...важно говорить о псевдоморфозах именно в связи с теорией симметрии. Хотя минералоги об этом не говорят никогда. Да, говорят о кристаллографии. Но мне показалось, что рифмы здесь. Как бы там, где подобие. И понимаете, как бы широкое понимание симметрии, как некоторые инвариантности, оно, конечно, поднимает в том числе и проблему ложных, или, может быть, вернее, будет сказать, сложных подобий, каковыми являются псевдоморфозы. Ну, вот здесь вот вы видите, дети всегда рады. Это малый манеж, это, напротив, ещё Госдумы. Вы бы знали, как я вот эти 10 тонн гравия, депутаты, я думала. А вот один из депутатов, он с возмущением смотрит. Я пытаюсь удалиться от него подальше, потому что, конечно, это 2000-й год, это ещё не такой напор как бы агрессии, поэтому... То есть Энтерова ещё не было. Ну, я думаю, он ещё не родился. На этом всё. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Я пыталась усидеть на двух стульях, когда я строго говорила, что нужно различать те подобия, где псевдоморфоза. Я говорила как минералок. Но вот этот вопрос, да, для минералок очевидно, что вот это псевдо, вот это ложь, это обманка, да. Есть ли такое в культуре? Я не знаю. Я поэтому и делала этот доклад, потому что, честно говоря, когда говорят, что вот, ну, вот Шпенглер, да, ну, это немножко как-то вот от этого не по себе. Кажется, что это всё-таки немножко чересчур. Вот так вот жестко переносить природную форму на поле человеческой истории. Говорить, что вот существуют твёрдые формы, свойственные только вот этой культуре, что здесь псевдоморфоз. Мне кажется, в этом есть что-то подозрительное. Но можно ли вообще в рамках культуры говорить о подобиях, как о верных или неверных, или ошибочных? Я не знаю. Но в минералогии можно. Смотрите, вот в чём всё делала. Мы смотрим на верхнюю мозаику с дендритами и рядом на окаменевшую веточку. Дендриты – это формы естественные для вещества. Это оксид марганца, который вот так вот развился по трещинам. Это для него естественно. То, что это не… Художник увидел образ дерева. Да, художник, да. Ну художник, с него художник может увидеть где угодно, что угодно. Ну в данном случае, да, действительно, у каждого… Мы здесь увидели вместе с художником. Нет, это даже в названии. Дендрит, да? Но это подобие. Здесь нет вот этого нарушения, понимаете, вот этого порогового состояния, слома. Что такое вот эта веточка? Это… Она сложена минералом, который ни при каких обстоятельствах не может кристаллизоваться в такой форме. Ну никак. Вот смотрите, вот здесь вот это будет… Ну как может минерал… Ну верёвка ещё ладно, мы знаем всякие спуты, но волокнистые. Ну как вот такая кость? Ну как вот это? Вообще, конечно, взаимоотношения минерального и живого всегда история о смерти живого. Мы знаем, что камни… Ну мы отчасти сложены камнями, да? Но, например, растущие камни в нас, и это такой как бы знак болезни, смерти. Вот камни желчного пузыря там… У нас есть из медицинской коллекции, называется «Современное минералообразование медицинской минералогии», да? У нас есть такие образцы, раньше они почитались совершенно за… Тоже волшебные. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...